привет друзья сейчас я вам хочу показать как можно заработать без денег и вкладывая деньги сразу наеду я господа на барахолочку несмотря что сегодня среда конечно барахолка сегодня не работает но мне надо забрать один товар с магазина который я продал не покупая его я сделал просто фотографии и продал этот товар как это было вы увидите дальше а сейчас я уже еду за этим товаром на барахол вы спросите сколько он простоял с того момента как я его сфотографировал и поставил простоял он где-то две недели две недели ладно поехали сейчас заберем товар а потом еще поговорим я уже возле северного моста и что-то мне подсказывает что назад я сейчас буду очень долго возвращаться увидите что происходит туда-то я доехал буквально за 10 минут с обратной стороны пробка вот видите подъезжая вот так примерно выглядит петровка когда нет барахолки эти абсолютно пусто а мне надо сейчас вот туда прямо но тут к сожалению знак поэтому я поеду заеду с другой стороны мы не будем нарушать правила правильно это правило и созданы для того чтобы их в принципе нарушать но правило пдд лучше не нарушать заезжая тут даже что-то работает елки-палки я не знал представляете тут даже работают контейнера это среда господа он сейчас даже еще пойду пройдусь может что-то найду таки я и камеру не брал я снимаю на телефон ну да ладно пойду похоже посмотрю так а сейчас мне надо найти магазин а 8 вон он вот он видите а 8 но сейчас я припаркуюсь и пойду к фиде так вот они эти бусики господа но потом могу показать чуть это весь товар в магазине видео в магазине внутри а 8 все здесь и купил еще вот иконку за 500 гривен жако дома покажу купил по одной простой причине и только только принесли и она не вскрывалась задняя часть не вскрыта вот хочу проверить может есть там что-то сзади кто знает ножику такую принесли лкс м 76 год федя а почем ножик ножик 500 гривен ладно по поводу ножика пока подумаю до субботы если шоу никуда не денется пойду сейчас еще пройдусь по барахолке да друзья не ожидал я шуту что-то еще короче работает среди недели никогда тут не был первый раз он сейчас иду туда в самое начало посмотрю может что-то куплю ну а вдруг мало ли чем черт не шутит друзья сходил я короче туда даже там особо снимать нечего я понимаю для чего они стоят то есть стоят так чуть-чуть разложили товара в надежде на то что кто-то придет что-то продать не столько сколько они хотят продать они больше хотят купить сейчас поэтому искать тут выходные особо нечего в смысле в выходные для барахолки то есть будние дни ладно поехали поговорим в машине друзья сразу постараюсь ответить на ваш вопрос почему что там чуть-чуть не поснимал я если вы внимательны я изначально сказал что я без камеры снимаю на телефона на телефон в горизонтальном положении снимать ужасно таки неудобно более барахолку также открыты выборочные магазины тоже люди перебирают товар пополняют товар конечно если что-то хочется купить там может и продадут но в основном хотят в основном хотят конечно что-то купить а вы если хотите продать друзья не забывайте за группу в фейсбуке группу в вайбере ссылки на группы внизу в описании стоит чтоб них торговать 100 гривен в месяц так что присоединяйтесь и торгуете люди там довольно таки активно торгуют и всего за 100 гривен в месяц неважно на какую сумму вы продадите товара доеду до пробки и там с вами поговорю по поводу продажи таким образом я вам хотел рассказать просто и показать о таком виде торговли что вы не вкладываете деньги в товар а просто фотографируете чей-то товар и продаете его на ebay ничего страшного если вдруг у вас купили товар продан ну для этого есть там своя специфика так не случалось как это как это дело люди делают таким образом торгуют поясню как вот если я взял у знакомого в магазине да если у вас нет знакомого вы можете в принципе на любом аукционе украинском у человека у которого большой профиль много много товаров вы можете ему написать и договориться с ним что допустим вы его товар будете продавать на ebay то есть как правильно тот кто торгует на украинских аукционах он не торгует на ebay потому что успевать и там и там это это очень сложно и хлопотно поэтому вы можете договориться и смело брать фотографии выставлять продавать предметы а после того как продали писать покупать у человека но вы уже знаете что вы товар продали да поэтому вот таким образом я вам показал как это как это можно сделать не то чтобы без вложения денег да я же сейчас отвез человеку деньги ну вы не вкладываете изначально деньги в товар а продаете продастся не продастся продался поехали купили упаковали отправили так торгуют очень много людей на ebay таким образом вы понимаете что вы не попадете на какие-то деньги если в чем-то допустим не разбираетесь и не знаете продастся товар или не продастся то есть так сказать тренировка на котиках да я тоже когда-то так делал когда не было денег закупиться товаром чтобы товар лежал постоянно в наличии тоже зарабатывал какие-то деньги там в районе тысячи долларов можно зарабатывать таким образом не вкладывая вообще абсолютно ничего ладно господа сейчас давайте вы посмотрите как я продал эти бусы там процесс торгов на ebay и процесс переговоров с владельцем а потом я их просто поеду отправлю и на этом все только приехали с бассейна зашел проверить так сказать ebay что там происходит и вот что я обнаружил здесь таки поступило новое предложение я бусы поставил это не мои бусы это бусы с магазина а 8 видите предлагаю 225 долларов короче завтра утром я позвоню знаю точно сколько он хочет и не продал ли их еще вот они я думаю все их видели сейчас я покажу вы их видели в моих видео наверно не раз это не качественный пресс поэтому я их не стал покупать найду на них клиента не найду вот что мне теперь надо теперь надо посчитать 225 минус 20 процентов потери это у нас получается 180 долларов теперь вопрос сказать в одном сколько хочет за них продавец если продавец хочет в районе двух с половиной тысячи ривен можно как бы брать ну там ну 100 100 долларов максимум то можно брать и продавать предложение по бусам осталось всего 15 часов несмотря на то что 2237 приходится звонить люблю я звонить после девяти ну а что дело федя привет это андрей извини что так поздно ну блин ну блин это самое а по бусам по этим что вы хотите за эти бусы ну хотим 4 где-то а 4 ну 150 а что там предлагают что да предлагают но не получается так 150 ну а что там получается а ну сейчас я посчитаю перезвоню тебе хорошо да давай надо считать 4000 разделить на 27 ну 150 148 казалось бы тоже 30 долларов вроде на дороге не валяются да но бусы не мои и как бы с отправкой и т.д. и т.п. я даже не знаю лучше наверное не продавать лучше пусть короче рисков рисков много 30 долларов за 30 долларов не рискуют абсолютно ну тогда есть вариант пойти другим путем предлагаю 225 сделаю встречное предложение если надо отдать 4000 это 150 долларов значит надо где-то хотя бы 350 долларов 350 минус 20 процентов получается 280 и 150 отдать получается 130 ну это уже куда не шло ну будем предлагать вот так просмотр предложения сделаем встречное 350 долларов отправить предложение может человек возьмет и купит сейчас за 350 ну будем ждать посмотрим посмотрим что он предложит потом покажу вам фиде пока звонить не буду ну что друзья как вы думаете поступило новое предложение или человек принял мое предложение по бусам по тем которым я не купил хотите посмотреть сейчас посмотрим тут появилось каких-то два новых предложения о ну это конечно надо отклонить тут человек предлагает один доллар за мишку о сообщении насыпало у вас новый запрос удивлен наверное опять короче возврат сегодня а еще 50 дней идет кулон шо ты будешь делать встречное предложение и он сделал предложение 300 долларов так друзья ну для начала я теперь посчитаю правильно я могу с этого заработать если федя хочет продать бусы за 4000 рен за 150 долларов как он сказал поэтому сейчас считаю так считаем каким образом 300 долларов умножаем курс 27 получаем 8 100 минус 20 процентов это получается 6 480 а я же хотел посчитать в долларах 300 минус 20 процентов получается 240 и 150 надо отдать феде это у нас 90 прибыли в данном случае я бы не соглашался сразу на 150 долларов как-то это неправильно надо немножко чуть-чуть поторговаться как как же не поторговаться сейчас звоню феде и поторгую с ним набираю по громкой привет сеть слышишь ну если ты за 140 отдашь я там приму человека предложение ну тогда это самое я сейчас предложение его приму короче говоря потом тебе сообщу если он сейчас оплатит сразу да я если шоу я если шоу подскочу если вдруг он оплатит до субботы короче я я тебе сообщу давай вот десяточку вы торговал на ровного счета теперь можно принимать такие предложения и ждать оплатит человек или нет ну как не поторговаться поторговаться надо всегда труси вот давайте еще раз посмотрим бусы то есть в эти бусы я не вкладывал по сути ни одной копеечки это я их сфотографировал на барахолке почему я их не купил потому что здесь некачественный пресс он видите там магазины на фоне это магазин а 8 продают все вы их видели в видео не один раз так значит предложение я принимаю просмотр вот так все это выглядит принять предложение принять все тут продала ожидается оплата если человек оплатит значит я поеду потом к феде в его магазин а 8 на петров очки и заберу бусики соответственно их отправлю только видите какая вот ситуация происходит с посылками это все хорошо но такое ощущение что почта блин сейчас или намеренно топят почту задерживают посылки вот опять какой-то запрос по возврату сейчас буду смотреть горный хрусталь бусы сейчас покажу сколько по времени они уже идут точнее не бусы горный хрусталь а вот кулон с горным хрусталем новый запрос это запрос на возврат сейчас я посмотрю в проданных когда он был продан до сих пор похоже не доставлен сейчас мы вместе с вами глянем продажи продано так сейчас будем смотреть где же она есть тут где же где ведь аж самом-самом низу тоже посылка короче зависла вот она продана 22 мая покупатель утверждает что товар не был получен опять начинается геморрой вот 55 дней видите австралия вот тебе и пожалуйста вот так купи сейчас у феди бусы отправь а с ними опять будет какой-то геморр ну буду разруливать час эту ситуацию и такое дело в том что происходит сейчас не только с дорогим товаром за дорогой пока вообще стоит забыть с отправками наверно может почту топят намеренно чтобы выросло недоверие к почте раз такое стало происходить потом ее блин обанкротить и продать ну кто знает нам эти вопросы неизвестны политические да все может быть пойду разбираться а вот друзья и пришло уведомление платеж получен так что все надо ехать выкупать бусы и отправлять так значит сейчас позвоню феде скажу что платеж получен ждем привет еще раз слышишь человек оплатил если ты там завтра будешь набери я подскочу заберу ну и только на мой номер хорошо да 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 то что это то у меня есть то нету вот так друзья завтра заберу бусы отправлю их надеюсь укрпочта в этот раз их доставит господа но как я ездил покупать бусы вы видели в начале вот здесь я оставлю ссылочку на видео на барахолку там где на столе лежат эти бусы так что кто не видел посмотрит а некоторые спрашивали а что там лежат бусы а что ты их не покупаешь и т.д. и т.п. не все можно покупать сразу то можно купить сразу а что там можно купить потом когда у тебя будут на это клиент и чем ты больше не покупаешь какой-то товар он потихоньку дешевеет и дешевее так что господа учитесь пошел я паковать и отправлять пока стоп не пока я же еще надо вскрыть иконку сейчас поднимусь домой вскрою посмотрим есть там что-то внутри или нету так друзья вот она сама икона это у нас казанская божья матерь он давайте посмотрим видите вот здесь вот эта досточка она вытаскивается она оттуда не вытаскивалась она сидит плотно сейчас попытаюсь это дело аккуратненько вскрыть и посмотреть может там кто-то что-то спрятал внутри дело в том что все бывает прятали и в иконы и т.д. и т.п. не факт что там конечно что-то будет но проверить стоит почему потому что прятали камни драгоценные люди находили в иконах закрытых и монеты золотые находили поэтому проверю а вдруг конечно сейчас есть шанс не вскрывать ее и возможно продать дороже для того чтоб вскрыл кто-то потом дороже не продам ну а есть шанс потянуть так сказать лотерейный билет и что делать потяну-ка я друзья лотерейный билет так давайте еще внимательно осмотрим чтобы потом не говорили вдруг если фото найду что она закрытая там было он ее открыл что-то положил вот она видите нигде ничего никаких следов вскрытия абсолютно сейчас поставлю телефон на штатив и буду снимать так друзья вскрыть то это все не так то просто потому что она от времени по закипала все грязи вот одна сторона вроде как шевелится а вторая не хочет грязь собралась чуть-чуть двигается буквально она она сюда должна выдвинуться крышка если хочу ничего ломать аккуратненько открыть вот эта часть ходит а эта часть прикипела дело в том что если открою крышку не только можно посмотреть что там внутри есть что-то или нет а по самой это жако там можно посмотреть какого она года там на самой иконе будет надпись это печать на металле кто знает какого жако тут тут немножко так-то это все просто как кажется на первый взгляд по чуть-чуть не идет обычно их просто ломают кто хочет вскрыть и посмотреть что там внутри я же не хочу сломать я хочу аккуратненько открыть заглянуть в этот странный мир старый один глазочком знаете как в ящичках в детстве пошариться ящичках деда он начала о смотрите ты не шел вот она сдвинулась вот смотрите ничего не не делаю сейчас буду все показывать все показывать видите лежит какая-то бумажка мы посмотрим что там может эта бумажка просто чтобы она не шаталась вот вот так и вскрыл видите аккуратненько ничего не повредил тут ничего нету по бокам тоже ничего не вижу бумажка наверно просто для того чтобы да просто для того чтобы не ерзала секунда вот так в этот раз не повезло но зато сейчас могу сфотографировать все внутри вот я не увы ну отсюда где вы увидите она тут тоже прикреплена гвоздочками сейчас аккуратненько гвоздик вытащу и смогу рамка позолота и смогу посмотреть икону по бокам сейчас я вам его покажу так выглядит сам киот внутри видите да все клышко по моему внутри вот так выглядит сама иконка рамка в позолоте здесь вот ее держу два воздочка причем один не вошел один вошел а вот еще снизу сейчас возьму пассатижики вытащу их аккуратненько вот дал сервере всего инструменты назад вроде забрал ну кинулся в инструментах нету пассатижей но есть зато вот такая штука которая сейчас аккуратненько вот так раз и вытащу об видите да гвоздик вышел второй об и теперь надо еще третий гвоздик вот отсюда снизу тоже вынуть вот так теперь ее можно вынать вот сейчас мы посмотрим что на ней написано видите в каком она прекрасном состоянии сохранилась сейчас рассмотрим вот давайте с вами смотреть вместе и читать здесь московский дух ком печать дозвол москва царя дозвол москва царя здесь у нас четвертого дня 1895 года цензор александр 1895 цензор александр вот тут я уже не понимаю если вы понимаете давайте я вам так покажу может вы на память на паузу поставите и прочитаете а здесь написано сейчас фокус здесь написано металл жака москва видите какие раньше гвоздики были закругленная головка обязательно должны быть гвоздики это говорит о том что гвоздики не менялись да она сама не вскрывалась видите в каком прекрасном состоянии сохранилась вы понимали я вам сейчас покажу такая же у меня есть иконка жака ну для состояния для сравнения вы увидите разницу вот видите у меня есть какая смотрите ну какое здесь состояние да здесь состояние конечно уже совершенно не такое превосходное как у той иконки у казанской да смотрите поэтому сейчас я ее помогаю помою коробочку вернее вытру все соберу назад вот такие вот иконки опа стал собирать а тут какая-то надпись еще на бумажке видите это видно помечал мастер дату может когда собирали вот такая вот надпись есть на бумаге заглянули мы с вами чтобы во внутри иконы сейчас я вымою обязательно стекло потому что она грязная внутри видите ну и снаружи грязное внутри сейчас я его так просто вынимается но там держится на пазах вот эту всю грязь я уберу отсюда помою стеклышко я буду собирать здесь просто протру влажной тряпочкой не сильно влажная чтобы дерево не разбухло грязь эту надо убрать потому что она посыпется туда-обратно все грязь надо вытереть реставрировать тут ничего не надо все как бы так в превосходном состоянии все тоже снаружи тоже вытираю все просто влажной тряпкой потому что за много-много лет грязи очень много все это надо хорошенечко отмыть просто влажная тряпка сразу буду вытирать насухо видите сколько грязи видите какое грязное стекло сейчас я его отмою стекло друзья обычным моющим средством сейчас вы мою хорошенько натру теперь его пропитаю натру туалетной бумагой не оставлять в нем час новых пятен сейчас так пропитаю от влаги теперь у нас видите какое стеколышко получается прозрачная да кажется что его нету совсем другое дело другой так сказать вид будет у иконы раз все стеклошко здесь на месте сейчас будем собирать икону в те же отверстия вставляю здесь вниз надо подправить вниз подправим вверх подправим сейчас и все в те же отверстия все там там все вычищено вот здесь сейчас еще протру снаружи вот так можно будет сейчас располагать в киот подкладываем эту же бумажку и закрываем крышку все вот таким образом иконка опять сборе почищена пойду поставлю в свою коллекцию о помыть заднюю чаще заднюю крышку помою и тогда точно оставлю ее в коллекции пусть стоит приносит радость до грязи конечно очень много собралось за сто лет видите какая сразу становится красивенькая реставрировать полностью не буду оставлю первозданную можно было бы конечно киот по реставрировать но лучше хай останется в первозданном состоянии мне так больше нравится а вы как думаете напишите в комментариях обязательно теперь можно использовать так сказать по назначению поставлю вот здесь вот так поставил на эту полочку сейчас на виду там порядок заодно все друзья спасибо за просмотр сейчас упакую бусики отправлю и упакую отправлю часы победителю вот с этого видео сейчас выскочит подсказочка вот здесь вот здесь подсказочка с какого видео так что пишите советы вы любите советовать пишите если вдруг мне понравится ваш совет я подарю вам какой-нибудь приз а 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 вот а а а Продолжение следует...